И вот мы задаем вопрос, где будет учиться мой ребенок? Я, в принципе, сказал, почему бы это была бы не 33-я школа. И 33-я школа дала нам, ну, по крайней мере, трех журналистов. Это Игорь Гурьянов, это Павел Зайцев, ну, это я, естественно. Но супруга задает мне другой вопрос. Может быть, он чем-то и другим захочет заняться. Пока мы оставляем этот вопрос за ним. Но, тем не менее, я хотел бы, чтобы мой ребенок прямо с детства начал учить английский язык. Потому что, ну, извините, я его знаю, и все должны бы знать, по сути, то. Вот. Посмотрел я и отдал своего ребенка в школу Васиной. Она располагается здесь, за моей спиной, в школе номер 56. И он уже более-менее работает. То есть 4 года и 10 месяцев он уже начинает соображать по-английски. Это очень хорошо. Но сегодня мы не говорим про это. Сегодня мы говорим про то, что если у вас какие-то проблемы возникли с ребенком, где вам его немножко приподнять? Так вот, эта же школа и для вас существует здесь. Школа именно Васиной. И вы, пожалуйста, ничего мне не говорите. Что ваш ребенок пошел по кривой дорожке. Что он перестал учиться. Это не он таким стал. Это вы его так воспитали. Конечно, лень человеческая – это правило, с которым он сталкивается постоянно. Но лень в детском возрасте задавить проще, чем когда он стал больше. И вообще, процедура воспитания должна давать человеку сущность. Чем он круче, тем он лучше. И он должен спрашивать не только у учителя, но и у вас. Конечно, у нас не каждый человек бегло говорит на другом языке. Но стремление вашего чада познать и научиться – вот это дорогого стоит. Ну, очень хорошая школа, я считаю. Два раза в неделю занимается, по два часа. Два часа в день, день в среду, два часа в пятницу. Здравствуйте. Ну, уже знают песенки по-английскому, поют уже. Буквы знают, пишут, читают немножко. Ну, занимаются вот сентябрь, октябрь, ноябрь, вот декабрь уже заканчивается. Хорошая школа. Я очень довольна. Когда мы говорим о полиглоте, таких кренделей мало. Когда мы говорим о человеке, который может общаться на нескольких языках. И это не полиглот. Общение, по сути, это 30 существительных, 10 прилагательных и столько же глаголов. И по сути все. И прокормиться, и сделать все вы можете сами. Другой вариант. Как это сделать круто. И вот для этого нужны специалисты. Что, помимо того, что мы готовим КГ и ЕГЭ, мы единственная школа в городе, которая организует международный экзамен ПТИ. Кстати, он недавно провозился у нас буквально вот в пятницу, в прошлую пятницу. То есть на этом международном экзамене дети могут проверить свой уровень. Просто даже не те, кто хочет уехать за границу, а те, кто хочет просто знать свой уровень, именно если он хочет уйти за границу, поехать или учиться. Поэтому нет проблем. Вы обращайтесь в нашу школу. Мы организуем такой экзамен два раза в год. И приезжают высококлассные преподаватели, которые принимают этот экзамен по всем пунктам ЕГЭ. Разделы. Говорение, чтение, письмо и разговор. Ну, мы такую статистику действительно видим. Каждый год, кто у нас заканчивает нашу школу, как правило, 2-3 человека поступают куда-то в Москву, или в Санкт-Петербург, или в Екатеринбург, и один-два за границей. Многие родители могут позволить своим детям учиться за границей. И они отдают к нам нашу школу, где мы вот проводим такие экзамены, в частности, вот этот международный экзамен в ПТИ. А еще знаете, что хочется? Я попробую. Мальцу своему я бы хотел привить еще и китайский. Потому как правило номер один. Язык межнационального общения должен быть английским. Ну, это понятно, да? 330 миллионов американцев, Австралия, Великобритания, Новая Зеландия, Канада, Пакистан, и маленькая-маленькая-маленькая такая Индия. То есть 3 миллиарда человек, а может еще и больше. А дальше-то Китай. Так что, господа, и по-китайски надо общаться. Вот вам замечательный вопрос. Если у вас у ребенка возникли некоторые проблемы с английским языком, может быть с немецким, может с французским, может быть с китайским, кстати, или он заболел, или еще что-то, и вы понимаете, что у него там заваливается, да, троечки, двоечки, как-то вам же не хочется, правильно? Приведите его сюда. Удовольствие стоит недорого. И в результате и он начинает понимать, что такое английский, либо французский, либо немецкий, либо китайский язык. И вы это тоже поймете, когда в оконцовке семестра или, ну, он вам привезет замечательные оценки.